Ребята, есть кто-нибудь здесь сейчас уже в комнате? Если кто-нибудь в комнате есть, напишите в чате, пожалуйста. Слышно, видно меня, как качество видео и звука. Давайте проверим, пока есть время. Максим, спасибо. Есть. Все, меня слышно, видно, все нормально. Отлично, все, тогда ждем еще 15 минут по моим числам и начинаем. Все, спасибо вам большое. Ну и все, здравствуйте всем в чате, нам уже начали беспокоиться, что ничего не начинается. Рано еще было, поэтому не начинали. Напишите, слышно ли вы для меня, чтобы мы начали. Всем, кто присоединился, еще раз быстренько связь проверим. Мы заодно те, кто опаздывает, у нас опоздану, пока подключится. Плюсики, плюсики, лично, окей. Слышно, видно, слышно, видно. Ну, хорошо. Огонь, отлично. Ну, раз слышно, видно, все, тогда начинаем. Ребята, давайте сразу организационные моменты, пока там подтягиваются. И вы мне поможете, если люди, которые будут присоединяться, позже будут задавать те же самые вопросы, вы им прямо в чате отвечаете, потому что я несколько раз не хочу повторять. Все вебинары у нас всегда записываются. Если качество записи хорошее, то мы эту запись оставляем, и она у нас находится в личном офисе, разделе технологии. Надеюсь, вы все это знаете. Для тех, кто не знает, обязательно после этого вебинара или прямо сейчас зайдите в личный офис, в раздел технологии. Это в левом спалце, в самом низу у вас будет находиться. Нажимайте там все-все-все наши вебинары, которые мы проводили. Посмотрите, если какие-то еще не видели, вы снимете очень много вопросов. Если какие-то у вас были по продуктам, возражения, сомнения или непонятки, которые были. Может быть, что-то новое для себя откроете. Поэтому запись вебинара будет. Если качество будет хорошее, то будет оно находиться в личном офисе в разделе технологии. Понятно это? Привет-привет. Да. 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 Величко. Да. Все, замечательно. Так что, если кто будет подсоединяться, вы ему объясняете. Хорошо. Ну, а сегодня мы с вами занимаемся нашим спортивным питанием, наш Критейн Energy Pro. И давайте я вам чуть-чуть так расскажу. Вот смотрите. Когда я готовлю любой вебинар для вас, когда я собираю информацию, я действительно к нему так тщательно готовлюсь, мониторю, изучаю, прошерчу весь интернет, общаюсь с разными людьми, со специалистами, тех, кто компетентен в этой области. В общем, создаю такой большой-большой поток информации для того, чтобы вам дать объективный материал, чтобы вы все понимали. И протеин не стал исключением. Я когда собирала информацию по протеину, я пыталась и общалась со многими специалистами, узнавала у них, а какой протеин лучше, как выбрать вообще протеин, на какой протеин лучше выбирать, и почему именно такой. И общалась с очень многими людьми, и знаете что, а ничего. По большому счету, практически никто не мог мне сказать полноценную, нормальную, адекватную информацию, почему вот такой протеин нужно выбирать, и почему именно такой, и как вообще выбирать протеин. Кто-то говорил о том, что я принимаю вот этот протеин, потому что мне тренер мой когда-то посоветовал, соответственно, я сейчас своим клиентам его советую. В магазинах спортпита самый частый ответ, который я слышала, ну вот этот часто берут, окей, а почему этот часто берут, ну не знаю. Кто-то берет подешевле, кто-то мне говорил, что я беру самое дорогое, мне кажется, там тогда сырье лучше. Возможно, есть где-то такая логика, но не переплачиваем ли мы тогда за бренд. В общем, людей, которые действительно мне ответили, ну какую-то полноценную, полную информацию мне дали, их было крайне мало. Я общалась даже с людьми не с Россией, то есть я общалась с очень разными спортсменами, профессиональными спортсменами, тренерами, там даже, например, с магазинов. И как этот вебинар я для вас готовила. Я постаралась для вас собрать информацию таким образом, чтобы у вас раз и навсегда отпали все вопросы, которые были, чтобы вы точно понимали, что такое протеин вообще, зачем он нужен, кому он нужен, что находится внутри протеина, как вообще выбирать протеин, на что ориентироваться. Все мифы, которые есть, самые вам популярные, вопросы, которые вы задавали, мы на все на это ответим. В общем, я постаралась составить информацию для вас, подобрать информацию, составить вебинар таким образом, чтобы вы раз и навсегда сняли все вопросы, сомнения, чтобы вы сами стали компетентны в этом вопросе, и вы точно могли ответить своим клиентам, своим знакомым, что такое EnergyTroy, почему это реально крутой продукт. Тут все понятно? Начинаем. Окей? Движемся? Заодно покажите, что вы на связи. Все, прекрасно. Идем тогда. Ну, давайте, прежде всего, начнем с того, что же такое вообще белок. Ну и белок от английского – протеин. Протеин переводится как белок, все очень просто. Много раз мы уже об этом говорили. Вы должны понимать, зачем нужен протеин. Вообще, основа жизни всей на Земле – это является белок. Клетки всех живых организмов состоят из него, и человек не исключение. Это и мышцы, и кожи, и волок, и хрящи, и суставы, и волосы, и ногти, и разные ткани, и органы, и системы. В общем, все состоит из белка. Поэтому белок очень важен, крайне важен, нанесет очень много разных функций. Ну, во-первых, белок является строительным материалом. Из белка состоят мышцы, волосы, ногти, как я уже говорила, разные органы и системы. Кроме того, белок является непосредственным участником в обмене веществ. То есть, от того, какой у вас белок, насколько у вас достаточно белка в организме, зависит правильность и скорость вашего обмена веществ. Таким образом, от этого зависит и пищеварительная система в целом вашей, то, как вы выглядите. Помимо того, белки еще носят и транспортную функцию несут. То есть, полезные вещества доставляют до разных органов, клеточек и системы. Ферменты состоят из белков или из частей белков с какими-то другими соединениями. Ну, и самое главное, наверное, то, что нам интересно, особенно девочкам, да, ну и мальчикам, наверное, белки задерживают старение в организме, ну, потому что коллаген, эластан, вы все знаете о том, что благодаря именно этим белкам и соответствующей выглядит наша кожа, она молодая, красивая, она в тонусе. Когда белок поступает к нам в организм, он распадается на аминокислоты. Вы знаете, что есть аминокислоты заменимые, есть незаменимые. Заменимые – это те, которые у нас в организме синтезируются. Незаменимые – это те белки, которые, те аминокислоты, которые не синтезируются в нашем организме, должны обязательно поступать извне. Если они поступать не будут, их будет недостаточно, соответственно, будут различные проблемки с жизнедеятельностью с нашим. Есть еще полузаменимые – это те аминокислоты, которые не полностью синтезируются или могут состоять из нескольких аминокислот. В общем, вдаваться в эту глубину мы не будем, но вы должны понимать, что белки нам нужны для того, чтобы, впадая в организм, они распадались на аминокислоты. То есть, по сути, нам нужны аминокислоты. В большом количестве белок содержится в птице, в мясе, в морепродуктах, в молочных продуктах, в яйцах. И такой белок рекомендуют употреблять со свежими, например, тушеными овощами, но не в жареном виде, потому что его больше тогда. И вот в этих продуктах практически четверть их веса составляет белок. В пище животного происхождения – аминокислотный профиль, то есть количество аминокислот их больше, чем в растительном белке. Но растительным белком тоже нельзя пренебрегать. Очень большое количество белка и вообще белком очень богатый и хорошим набором аминокислот – горох и соя, например. Поэтому это тоже отличный и прекрасный источник белка. Вот в этих продуктах белка больше всего. Вы можете даже где-то найти в интернете, есть прям таблички, сколько там конкретно в 100 граммах этого продукта содержится грамм белка. Ну, мы такие дебри вдаваться не будем, вы это можете сами посмотреть. Нам самое главное, если сейчас с вами его объяснить. Сколько же белка в принципе нужно человеку в день потреблять? Ну, вот смотрите, Роспотребнадзор рекомендует 1,6 грамма белка на килограмм вашего веса. То есть мы берем, например, среднестатистическую женщину весом 65 килограмм, а мужчину весом 90 килограмм, которые не занимаются спортом. И вот обычный образ жизни, мы 1,6 умножаем на 65, у нас там 104 получается, и 1,6 умножаем на 90, у нас получается 144 грамма белка необходимых денег. Если эти же женщины и мужчины занимаются спортом, то белка им уже необходимо больше. Если у них есть какая-то физическая активность, то тогда им белка рекомендуется в среднем 2 грамма на килограмм веса. Это такое, знаете, в мире фитнеса, в индустрии фитнеса средняя цифра 2 грамма белка. Если физическая активность уже более такая высокая, если мы говорим о, скажем, не трех раз в неделю спортзале, а мы говорим о каждодневных тренировках или, например, о профессиональных спортсменах, то у них количество белка увеличивается уже там 2,4, 2,6 и так далее грамма белка на килограмм веса. Но вам важно понимать, как рассчитать, для того, чтобы вы знали, как рассчитать для себя. Так, если вот эта женщина 65 килограмм, мужчина 90 килограмм уже занимаются спортом, ведутся активный образ жизни, то им белка необходима, ну, скажем, 2 грамма. Умножаем 2 на 65, умножаем 2 на 90 и получаем норму белка, которая нужна при физической активности. Вот здесь сразу оговорюсь для людей, которые страдают ожирением, у которых избыточная масса тела, весомая избыточная масса тела для них рассчитывается немного иначе. Они берут не свой вес, а тот вес, который, ну, сколько они хотят весить. Скажем, если мужчина, например, весом 150 килограмм хочет весить 100 килограмм, он умножает не 150 на 2, он умножает 100 на 2 и получает норму белка, которому необходимо в день. Смысл понятен? Отлично. Идем дальше. Почему спортсмены, вот я говорю, спортсменам белка нужно больше, да? Почему им не 1,6, а там 2 грамма или 2,4, 2,6? Ну, дело в том, что сразу после тренировки мышцы наблюдаются, в мышце наблюдаются многочисленные изменения. Вообще, по сравнению с тем, в каком состоянии мышцы были до тренировки. Вообще, любые физические нагрузки для мышц, для наших, это большой стресс. Говорят, мышцы после тренировки болят, да? Вот особенно у новичка, который впервые пришел в тренажерный зал или там на какие-то групповые занятия. Или у человека, у которого был большой перерыв в тренировках. Они пришли и потом начинают болеть мышцы. Дело в том, что во время тренировки вот этот огромнейший стресс для мышцы появляется у мышцы микротравма, микроповреждения. И организм потом должен эти микротравмы, микроповреждения залечивать, восстанавливать. И причем организм восстанавливает их не просто вот те микротравмы, которые сейчас появились, но он восстанавливает их с запасом для того, чтобы на следующую нагрузку уже предотвратить и сделать, ну, какое-то облегчение, чтобы появилось. Вот поэтому дальше и дальше у вас мышцы болят меньше, меньше, меньше и доходит до того, что вы просто уже, ну, чувствуете их, но боли уже не испытываете. Говорят, что у мышцы увеличивается, количество мышц увеличивается. На самом деле это не так. Развеиваю сразу один из мехов. Количество мышц, какое было, такое и остается. Мышцы, ну, скажем, сами увеличиваются в объеме. Вот представьте себе, что у вас на джинсах, например, на ваших любимых появилась дырочка. Вы сделали заплатку. Потом на этом месте снова появилась дырочка. Вы опять сделали заплатку. Еще одна дырочка на этом же месте. Вы снова сделали заплатку. Вот то же самое, по сути, происходит с нашими мышцами. То есть во время тренировки появляется микротравма, микроповреждение. И аминокислоты, которые содержатся в протеине, они как заплатки восстанавливают вот эти мышцы наши. И таким образом увеличиваются они мышцы в размерах. И вот теперь давайте с вами представим. Вы уже знаете, что спортсменам нужно больше. Если мы говорим профессиональным спортсменам 2,6 грамма, 2,4 грамма на килограмм вес. Ну, там свои у них есть отдельные программы. Профицит, калории, сушка, набор массы и так далее. Но мы такие вещи не углубляемся. Есть, я вам говорю, такие таблицы, в которых прямо написано по продуктам, сколько в каждом продукте грамм белка содержится на 100 грамм продукта. Вот исходя из них, сколько нужно съесть курицы или творога, да, для того, чтобы получить вашу суточную потребность. Ну, вот мы берем все тех же мужчин и ту же женщину, 65-90 килограмм, за которой занимаются спортом и не занимаются спортом. И вот смотрите, что у нас получается, да, по таблице, что курицы у нас там женщине без спорта, это полкилограмма нужно съесть. Мужчине со спортом там около 700 грамм курицы нужно съесть. Ну, вот представьте, а это я вам самые страшные цифры не говорила, да, если там на 2,6 умножать и так далее. Вот представьте себе, что вам так необходимо питаться каждый день. Да, понятно, вы можете свое меню как-то разнообразить, да, вы можете есть и творог, и курицу, и даже гречки есть, белок, да, вы можете и яйца есть, и морепродукты. Но каждый день в таких объемах, и вы не можете проснуться, съесть полтора килограмма творога, которые вам необходимы, чтобы у вас был запас белка на весь день. Так не получится. Нужно пищу обязательно делить небольшими порциями, где-то это 6 приемов в день, для того, чтобы белок полноценно усваивался, переваривался, не было проблем с пищеварением никаких у вас. И вы должны с этими контейнерами ходить. Вот для того, чтобы облегчить вот эту задачу и придумать протеин. Вот зачем эти концентраты пирожковые, чтобы протеин. При этом вы должны понимать, что когда вы съедаете, скажем, полтора килограмма творога, для того, чтобы получить вашу суточную потребность в белке, вы получаете не чистый белок. Вы получаете еще и балластные вещества, которые содержатся, да, в том же, что есть большое количество жиров. В курице вы получаете тоже жиры и углеводы. То есть, а протеин в порошке, в белковые коктейли, это чистая выжимка, где нет ничего лишнего, нет балластных веществ. Здесь все понятно? Отлично. Хорошо, идем дальше. Что есть у нас, да, какой у нас ассортимент в Energy Pro? У нас есть сывороточный протеин для женщин, для мужчин с разными вкусами. Есть мультипротеин с разными вкусами. Вот давайте разбираться, что это за протеин такой, с чем его едят, что там внутри. Сывороточный протеин. Сывороточный протеин – это самый популярный вид протеина, который содержится на рынке в спортивном питании. Он изготавливается из молочной сыворотки, ну, из молока. Понятно, почему из молока. Молоко вообще очень полезный продукт. Когда, не знаю, скажем, коровка кормит своего теленка молоком, то в этот период теленок растет, развивается и крепнет очень быстро, потому что в молоке содержатся все необходимые ему компоненты для жизнедеятельности, для развития. Поэтому молоко – очень полезный продукт. Вот из молочной сыворотки изготавливают сывороточный протеин. И помимо этого, должны знать, что белки молочной сыворотки, они обладают большей биологичной доступностью, скажем, чем белки, там, яиц, например, куриных. Что это значит? Что такое биологическая доступность? Это значит, что эти белки, попадая вам в организм, они быстрее распадаются на аминокислоты, они быстрее попадают в мышцы и необходимые органы и системы, они быстрее застраиваются. То есть до каждого нужного места аминокислота будет доходить быстрее из белка молочной сыворотки, чем, скажем, из белка яичного. Вот что такое сывороточный протеин. По тому, как быстро усваивается сывороточный протеин, и по тому, какое количество белка в нем, его можно разделить на три вида. Бывает концентрат, изолят и гидролизат. Концентрат в нем содержится где-то, ну, максимум 80, это потолок 89% белка. Он усваивается долго, где-то за 1-2 часа. Изолят в нем содержится до 95% белка и усваивается он быстро, за 10-15 минут. Гидролизат усваивается мгновенно, моментально, и в нем содержится практически 99, то есть это практически чистый белок. Мы используем в Energy Pro у нас, мы используем изолят. Почему изолят? Давайте я вам объясню. Дело в том, что чем чище белок, чем больше он очищен, да, тем меньше в нем остается примесей каких-то других фракций, которые не должны быть в протеине, вот в самом, который вы получаете. И поэтому при гидролизации белка он разрушается. Разрушается и в нем не остается всех тех полезных фракций, которые в принципе содержались в молоке. И поэтому, да, это чистый белок, но всех тех полезных фракций, которые необходимы тоже нашему организму, которые вообще были в молоке, в нем уже нет. Концентрат усваивается медленнее, поэтому изолят, он усваивается быстро, в нем содержится большое количество белка и плюс ко всему в нем остались те полезные фракции, которые нужны нашему организму. Производится он во Франции. Это самые современные последние разработки, мы об этом еще дальше поговорим, о способе тройной фильтрации, я все вам это расскажу. В общем, мы используем стопроцентный изолят сыворотки. Помимо того, что белки бывают растительные, животные, бывают еще быстрые и медленные белки, как углеводы. Пример быстрого белка, быстрого протеина, это как раз сывороточный белок, о котором мы сейчас говорили. Есть разные степени, его разные скорости, да, концентраты, изоляты, гидролизаты. Ну, вот пример быстрого белка, это сывороточный белок. Медленные белки, они дают постоянный медленный приток организму аминокислот, они постепенно застраиваются, нужны. А быстрые белки, они увеличивают силу, выносливость, и они моментально попадают в организм и усваиваются очень быстро. Вот пример мультипротеина нашего, который у нас содержится. В мультипротеине содержатся и быстрые белки, и медленные белки. Мы говорили о том, что у нас есть быстрый сывороточный протеин, который моментально, да, буквально там за 10 минут, за 10-15 минут в организме поступает и заполняет все, и усваивается очень быстро. И медленные белки, это наш мультипротеин, там, быстрый и медленный. И все понятно. Хорошо. Давайте теперь поговорим про мультипротеин, раз мы про него начали. Чем он так особенный? В мультипротеине содержится вот это 5-протеин-матрикс, это комплексы с быстрых, как я говорила, и медленных белков. Это концентрат, изоляция вороточного белка, концентрат молочного белка, гидролизат коллагена и казеина. Вот давайте теперь мы подробнее про каждый с вами поговорим. О том, что такое концентрат, изолят, вы уже понимаете. Да, вы уже знаете, что они отличаются по скорости. Вы знаете, что сывороточный белок получают из молочной сыворотки, что молоко крайне полезно. И, кстати говоря, молоко, оно жидкое не потому, что в нем много воды, а потому, что в жидкой форме вещества лучше растворяются друг в друге. Вот давайте поговорим теперь, что такое вообще концентрат, что такое сывороточный белок, что такое казеин. Я вам чуть поподробнее расскажу. Смотрите. Когда молоко... Что такое молоко? О, нет. Нет. Вот. Нашли слайд. Для того, чтобы получить сыворотку, молочную сыворотку, нужно оттопить другие молочные фракции, например, творог, другие молочные продукты. Вот оттапливается творог, и белок, который содержится в твороге, называется казеин. Сыворотка, которая остается, из нее получают сывороточный белок. Как правило, такой белок получают в большинстве случаев с помощью пастеризации и фильтрации. И когда молочную сыворотку пастеризуют, фильтруют, то получается сывороточный протеин. Как обстоит дело у нас? Вот теперь сравнивайте. У нас вместо пастеризации и фильтрации происходит и сыворотки микрофильтрация, ультрафильтрация, обратно осмос. Вот это та самая трехступенчатая, о которой мы говорили с вами, трехступенчатый способ очистки. И потом в итоге мы получаем биологически активную изоляцию сывороточного протеина. Это самый современный, как я говорила, последний способ разработки, самый лучший, получения сывороточного протеина. Чем он лучше? Это очень полезный питательный продукт. В нем не губятся все полезные фракции, которые должны поступать тоже в наш организм, которые были изначально в молоке. Но достигается максимальная очистка от балластных веществ. От жиров, от лактозы. А естественная структура биологическая в белковой фракции, она сохраняется. Вот чем такой способ фильтрации лучше. Разобрались? Идем дальше. Итак, вы знаете, что в мультипротеине содержится 5 видов разных белков. Это концентрация веточного белка, изолят и козеин. Вот мы три уже разобрали. Козеин и створбы получаются в белок влорожный, из сывороточной, понятно, из молочной сыворотки. Отличаются они скоростью. Козеин, скорость усвоения. Козеин самый медленный, он усваивается около 4-6 часов. Изолят, концентрат, изолят усваивается за 10-15 метров, концентрат усваивается за 1-2 часа. Именно поэтому достигается вот это постепенное, постоянное вливание аминокислот в организм, вступление протеина в организм. Да, аминокислот в организм. Идем дальше. Концентрат молочного белка. Что это такое в составе? Это и есть тот самый молочный протеин, который вот был изначально. Он содержит где-то 20% сывороточного белка и 80% козеина. То есть, это вот тот самый молочный белок, который был изначально. Это очень полезный белок. Это очень высокий протеин. Крайне полезный. Он имеет высокую биологическую ценность. Он обеспечивает тоже длительное использование аминокислот в организме, волокнами и защищает от распада нашей мышцы. То есть, концентрат молочного белка. Следующий. Это гидролизат коллагена. Но думаю, что здесь уже не нужно вам рассказывать, что такое коллаген и для чего он нужен. Коллаген, вы знаете, что крайне необходим для нашего организма. Коллаген – это наши суставы, это волосы, ногти, кожа. Это наша красота кожи в целом. И причем должен быть использован именно гидролизат коллагена. Потому что в другом виде коллаген просто не способен усваиваться организмом. Вот что такое 5-протеин-матрикс. Это 5 протеинов, которые обладают разной скоростью усвоения. Поэтому они застраивают длительное время аминокислоты, поступая от нашего организма. Про мультипротеин рассказала. Итак, у нас есть сывороточный протеин для мужчин и для женщин. Это пример быстрого протеина. И мультипротеин, где содержатся быстрые и медленные белки для усвоения. Поэтому его рекомендуют пить на ночь, например, да, для того, чтобы он длительное время, белки поступали в аминокислоты, поступали в организм, застраивали наши мышцы. Сывороточный протеин. Быстрый пример быстрого протеина. Поэтому его, например, принимать сразу и посредственно перед тренировкой. Мы об этом еще подробнее потом дальше поговорим. Итак, что еще? Мы говорим с вами, что есть мужской протеин и есть женский протеин. Чем же он отличается? Ну, во-первых, изначально мы с вами говорили о том, что для мужчин потребность белка выше, чем у женщин. У мужчин больше мышечной массы. Поэтому количество белка для них должно поступать больше, чем у женщин. У женщин меньше, соответственно, и белка должно поступать меньше. Поэтому мужской и женский протеин, они отличаются количеством белка. Следующее. Что еще? Помимо этого, женский протеин содержит в себе уникальный комплекс, который называется BioSlim Matrix. Чем еще отличается женский протеин от мужского протеина? В женском протеине есть BioSlim Matrix. Что это такое? Это натуральный комплекс. Подчеркиваю слово натуральный, в котором содержатся разные вещества, которые нам, девочкам, всем нужны. Для того, чтобы вам было понятно, я сейчас расскажу, какие это вещества, для чего они нужны, что в них содержится. Во-первых, есть L-тирозин. Это аминокислота. Я вам сейчас просто перечислю некоторые функции, за которые она отвечает. И вам станет понятно, зачем эту аминокислоту в этот BioSlim Matrix для нас, девочек, добавили. Ну, во-первых, L-тирозин, она отвечает за нормализацию метаболизма. А про метаболизм, как он важен для вещества, мы очень много говорили в вебинаре про похудение. Кто не видел вебинар, обязательно посмотрите. Там прямо мы про метаболизм вообще разговариваем подробно. Кроме того, она стимулирует в организме жиросжигающие процессы. Она повышает стрессоустойчивость. То есть, когда вы, например, решили зашить себе рот, начать правильно питаться и заниматься спортом, и у вас в непривычке еще колбасик начинается депресснять, вот эта аминокислота как раз нужна для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно и чтобы не было стресса. Чтобы не было у вас вялого состояния. То есть, если будет ее нехватка, L-тирозина в организме этой аминокислоты, то вы будете вялыми, сонливыми, депрессивными. Но, в общем, ваш мужчина в таком состоянии не обрадуется. Поэтому L-тирозин добавлен в женский протеин, в этот биослим-матрикс, в этот комплекс. Что еще туда входит? Туда еще входит, у вас, надеюсь, сейчас листаются слайды, туда еще входит экстракт зеленого кофе. Про него мы тоже подробно говорили, когда разговаривали в вебинаре про Energy Slim, про систему похудения тоже. Экстракт зеленого кофе, что это такое? Зеленый кофе – это необжаренные наши кофе-бобы. Мы привыкли видеть их в коричневом цвете, а они в зеленом цвете, не обжаренные. У них отличается состав, вот обжаренные от необжаренные, у них отличается состав. В зеленом кофе есть хлорогеновая кислота, которая помогает жиросжиганию. Причем она, там долгий процесс, но я вам очень коротко расскажу, причем она помогает жиросжиганию уже отложившегося жирка, который у вас есть. То есть, иными словами, она будет сжигать не ту колбаску, которую вы сейчас подъедите, а ту колбаску, которую вы съели, скажем, месяц назад и которая уже отложилась на ваших боках. Понимаете, да? Следующий компонент, который добавлен в BioSane Matrix – это экстракт белого чая. Вообще экстракт белого чая, его называют эликсиром молодости. Его очень любят и пьют, потому что в нем очень много витамина В, С и ПП. В нем очень много антиоксидантов. Он обладает эффектом, дарит хорошее настроение. Ну, то есть, он тоже приподнимает настроение, держит вас в тонусе, активизирует обменные процессы и помогает сбросить лишний вес тем самым. Опять, для тех, кто не знает, посмотрите вебинар про похудение. Мы там очень много говорили о метаболизме, зачем его разгонять, зачем нужны обменные процессы для того, чтобы похудеть. Следующий компонент, который входит в BioSane Matrix – это витамин В10. Витамин В10 тоже крайне важен для организма. Он влияет на обмен веществ, он участвует в процессе пищеварения. Чем лучше у вас пищеварение, тем быстрее вы достигаете желаемого результата в плане веса вашего, похудения и так далее. И еще этот витамин обеспечивает здоровый цвет кожи, также он способствует росту волос и ногтей. И следующий компонент, и последний в BioSane Matrix – это витамин ПП. Витамин ПП, мы про него тоже очень много говорили, когда разговаривали про составы Energy Diet. Он нужен для белкового обмена веществ, он участвует в работе многих систем организма. Но вообще, если говорить, то проще сказать, что будет, если не будет этого витамина в организме. Он может привести к нарушениям вообще во многих системах в организме. Он также провоцирует раздражительность. Например, девочки, и все раздражительность. Если его не хватает, он провоцирует раздражительность, агрессию, унынию, депрессию. Поэтому витамин ПП нужен для того, чтобы мы, девочки, были в хорошем настроении. Также он нужен для белкового обмена, как я и говорила. Белковый обмен, вы знаете, мы уже говорили о том, что это лучшее пищеварение. И белок лучше усваивается, и белки нужны для того, чтобы доставлять полезные вещества всем нашим органам и системам. И так далее. И вот здесь, сразу говоря про BioSlim Complex, вот про этот, который есть в женском протеине, я хочу развеять еще один миф, который существует. Девушки, женщины, которые во время похудения боятся, что у них обвиснет кожа, например, обвиснет кожа на животе. Или, скажем, после родов, после беременности, для тех, кто хочет привести свой живот в порядок, говорят, что нужно усиленно качать пресс. На самом деле это не так. Пресс нужен для того, чтобы работать с мышцами, но кожу качанием пресса вы никак себе не подтянете. Для того, чтобы кожа на животе была подтянута, да и вообще кожа, чтобы была подтянута, и нужны ни спа, ни обертывания. Для этого нужен ядрененький такой массаж. И для этого нужен протеин. Причем, в частности, коллаген. Поэтому мультипротеин и протеин для женщин – это то, что нужно для того, чтобы ваша кожа была в тонусе, для того, чтобы она была красивая, для того, чтобы не было обвисшего живота после похудения. Вот, пожалуйста, женский протеин. Все понятно? Поговорим еще про это дальше. Хорошо, идем. Что еще содержится у нас в нашем протеине Energy Pro? Это, во-первых, пребиотики. Это мягкие пищевые волокна с пребиотическими свойствами. Они нужны для улучшения пищеварения, для повышения степени усвоения белка. В общем, для того, чтобы тот белок, который содержится в протеине, чтобы он легко усваивался, чтобы не было никаких проблем. Кроме того, чем легче и быстрее он усваивается, тем быстрее мини-кислоты доходят до нужных мест. Это очень важно для того, чтобы быстрее застраивали мини-кислоты. Ну и еще пребиотики нужны для того, чтобы давать чувство дополнительного насыщения. Ну, а это очень важно для тех, кто хочет похудеть, для тех, кто хочет держать себя в форме, для тех, кто считает калорийность и так далее. Следующее. Что еще содержится в Energy Pro? Это соотношение аминокислот BCAA. 2-1 к 1. Давайте теперь я вам расскажу, что такое BCAA и почему все отдельно выделяют эти аминокислоты. И непонятно, зачем они. BCAA – это аббревиатура от первых заглавных букв английского названия. Приводится как аминокислоты с разветвленными цепочками. То есть у них цепочка выглядит не просто как цепочка, а как крогатка аминокислоты. И вот по первым буквам называется BCAA. Это алицин, азалицин и эволин. Почему эти аминокислоты так важны? Почему их все отдельно стараются выделить и на упаковки пишут? Во-первых, за счет того, что у них разветвленная цепочка, они являются тем самым главным материалом, который быстро застраивает наши мышцы и создает новые мышцы. И фактически среди этих аминокислот именно 35% приходится на незаменимые, на эти, которые нужны нашему организму. Они повышают выносовость. То есть они нужны для того, чтобы вы были активными, для того, чтобы у вас хватало силы, чтобы совершить физические упражнения. Ну, в общем, и целом они влияют на повышение спортивных успехов ваших. Это очень важная аминокислота. И помимо всего этого, их соотношение должно быть, как я и говорила, 2-1 к 1. Это самое лучшее соотношение, которое было рассчитано и выверено. И в Energy Pro еще очень высокая их концентрация. То есть помимо того, что и соотношение правильное, есть аминокислоты BCAA, еще и высокая концентрация. Идем дальше. То есть вот обобщим чуть-чуть. Вы уже знаете о том, что какой вариант протеина лучше выбрать, да? Что если есть у нас, скажем, концентрат, изолят, гидролизат, то самый оптимальный эпизолят, потому что он быстрее, чем концентрат, но при этом содержит те полезные фракции, которые должны быть вообще в молоке. Вы знаете, что есть сывороточный протеин, что он делится на три категории, да, по скорости усвоения. Ну, давайте так вы себе представите еще в голове. Белки у нас делятся на растительные и животные. Животные белки у нас делятся на медленные и быстрые. Быстрые белки – это сывороточный протеин. Сывороточный протеин делится по скорости усвоения и по количеству белков на концентрат, изолят и гидролизат. И медленные белки – это пример казеина, который 4-6 часов усваивается. Вы уже это знаете. Вы знаете о том, что еще нужно, да, о том, что есть пребиотики в составе протеина, что это тоже очень хорошая штука для того, чтобы быстрее усваивался, для того, чтобы насыщался организм. Вы еще знаете, что в БЦА, да, цепочки у нас, аминокислоты, 3-аминокислоты с разветвленными цепочками, нужны в соотношении 2-1 к 1. Это я вам так рассказываю, как, в принципе, выбирать протеин. Помимо всего этого, я хочу еще обратить ваше внимание на калорийность. Вот для тех, кто хочет похудеть, для тех, кто суждает, у нас калорийность около 100 ккал, по-моему, там 105-110, по-моему, у нас калорий, да, наш Energy Pro. Для тех, кто спрашивал, пока у нас тут все зависало, я сравнивала составы спортивного питания в магазинах и фитнес-барах с нашим Energy Pro. Я реально обалдела. Честно обалдела. Я не стала вам сюда выписывать марки, потому что, ну, это все неблагодарное дело такое. Захотите сами, пойдите, посмотрите. Это все очень легко. Вы просто открываете состав и сразу это видите. Так вот, когда я сравнивала, я не ожидала от того, что в спортивных магазинах и фитнес-барах, вот, да, ну, после тренажерки выходит, вот он, фитнес-бар стоит, такое в спортивном питании, в протеине, такое большое количество жиров, углеводов, сахаров, такая калорийность. То есть, я хочу взять протеин, мне нужен только протеин, для того, чтобы мне поступили в организм после тренировки аминокислоты, чтобы они застраивали мои мышцы. Но я, помимо этого, получаю огромное количество балластных веществ в виде жиров, которых там, ну, просто невероятно почему-то количество, сахаров, которые добавили, видимо, для того, чтобы вкус был повкуснее, да, как-то поприятнее было его пить. И, соответственно, калорийность высокая. То есть, для тех, кто хочет соблюдать, соблюдает правильное питание, для тех, кто пытается похудеть, для них такой протеин уже явно не подходит. Но, в конце концов, выбирая протеин, я хочу получить протеин, я же покупаю не просто коктейль, я же хочу выпить протеиновый коктейль, правильно? Это две разные вещи. Поэтому вот вам еще один пример, как выбирать себе протеин. Смотрите состав. Там не должно быть балластных веществ в виде жиров, там, углеводов, сахаров. Не должна быть высокая калорийность. Там должен быть протеин. Помимо всего прочего, что я вам говорила. Дополнительные плюшки – это еще, это пребиотики, БЦА – это обязательно тоже, да, вы смотрите по наличию БЦА и так далее в протеине. Вот, как выбирать протеин, и вот кто спрашивал про составы, пожалуйста. Поэтому обращайте на это внимание. Идем дальше. Еще раз, да, основа для похудения – это дефицит калорий. Поэтому, если вы хотите похудеть, то, естественно, выбирайте протеин, которым небольшое количество калорий. Одна порция у нас – это действительно 105-110, по-моему, калорий всего содержится. Поэтому, пожалуйста, Energy Pro в этом плане прекрасно подходит. Когда пить протеин, вы спрашивали. Вот, давайте я вам сейчас расскажу. Если мы говорим про сывороточный протеин, то так как это пример быстрого протеина, то его нецелесообразно пить вечером, потому что перед сном вы его выпьете, он быстренько застроится и все. Сывороточный протеин рекомендуется пить, например, утром, чтобы восполнить израсходованные запасы, которые были. Во время тренировок, в дни, когда у вас тренировки, вы рекомендуете пить днем между завтраком и обедом, для того, чтобы поддержать именно кислотный состав, аминокислотный профиль в организме. Во время тренировок его рекомендуют пить непосредственно перед тренировкой, для того, чтобы очень быстро высваиваться, для того, чтобы необходимые аминокислоты поступили вам в организм. Что касается мультипротеина. Так как это пример, в нем содержатся и быстрые, и медленные белки, то его рекомендуется пить либо часа через два после тренировки, для того, чтобы постепенно застраивались аминокислоты в организме, для того, чтобы они насваивались постепенно, и перед сном, для того, чтобы было постепенное обливание вот этих аминокислот, чтобы во время сна ваши мышцы тоже не испытывали никакого дефицита. Вкусы разные. Почему наш протеин сладковатый? Буду помедленнее вам. Я просто вижу, что уже зависнет все. Все понятно по приему протеина. Отлично, спасибо. Нет, поправляйте, правда, если не могу. Торопиться могу. Вот этот слайд, да пожалуйста. Еще нет. Потом записи посмотрите, там все слайды ваши будут. Все, хорошо, все понятно. Идем дальше. Вопросы. Это те вопросы, которые вы задавали в инстаграм, когда были посты про протеин. Это те вопросы, которые вы прислали через личный офис. Это те вопросы, которые вы задавали мне во время прошлых вебинаров, хотя тема была совсем не спортивное питание, но вы почему-то решили мне их задать. Ну вот, они неотличными не останутся, я их все собрала, сейчас отвечу на них. Первый и самый популярный вопрос о протеине – это как совместить приемы Energy Diet на программе Start и протеин. Вот это один из самых популярных вопросов, которые вы задавали. Ну, давайте разбираться по порядку. Energy Diet начнем с того, что Energy Diet – это еда. Вы заменяете прием еды на ЕД. Протеин – это добавка. Он не заменяет полноценный вид. Во время того, как вы сидите на программе Start, вы заменяете 4 приема пищи на Energy Diet, а один прием пищи, например, обед, да, у вас – это разрешенные продукты в виде отварной грудки или овощного салата, или гречки, например, и так далее. Так вот, как же добавить сюда протеин? Не забывайте о том, что для правильного похудения нужно есть. Чтобы похудеть, нужно есть. Поэтому, когда вы сидите на программе Start, вам необходимо, чтобы в ваш организм поступали белки, жиры, углеводы, микроэлементы, минералы, витамины, чтобы калорийность была определенная, чтобы вы могли четко высчитать свои калории. Посмотрите вебинар «Похудение» для того, кто не едет. Не забывайте о том, что в Energy Diet тоже есть белок в составе, там тоже есть белок, который необходим. И вы теперь знаете, как правильно высчитать ту норму белка, которая вам нужна в сутки. Что я рекомендую по своему, например, опыту? Во время программы Start, она длится всего 5 дней, да, 4-5 дней длится программа Start. Я рекомендую взять, например, мультипротеин на ночь. Когда вы еще привыкли поджирать с холодильника вечерами, когда у вас ночной жор просыпается и хочется что-то подхомячить, вы можете вместо этого выпить мультипротеин перед сном. И вы тем самым утолите чувство голода, и у вас будет поступать необходимая аминокислота в организм, почему они будут постепенно застраивать организм, который в принципе вам необходим. И если вы, например, на программе Start уже занимаетесь в тренажерном зале. Идем дальше. Можно ли заменить приемы пищи на протеин, чтобы похудеть? В принципе, да можно. Вы можете все сделать, что хотите. Но вы должны понимать, ну, опять, да, к этому возвращаемся. Энерджи просто, у него всего 105-110 калорий, калорийность, она небольшая, поэтому для тех, кто хочет похудеть, да, конечно, вы можете заменить, но это не еда, это добавка. И протеин не содержит углеводов и жиров, которые нужны тоже нашему организму, правильных жиров, правильных углеводов. Он не содержит витамины, минералов в таком количестве, которое необходимо. Поэтому не забывайте про энерджи-диет. Лучше энерджи-диет, но все-таки заменять еду полноценное протеином не стоит, потому что вы не будете получать других необходимых нам для жизнедеятельности веществ. Посмотрите вебинар про похудение для тех, кто не видел. Я рекомендую просто использовать протеин как перекусы. Вот вместо перекусов, да, например, вместо того, как вы вам съедаете батончик или яблочко, использовать протеин, пожалуйста, можно. Но заменять полноценную еду, конечно, можете, но пользы в этом никакой. Идем дальше. От мульти протеины поправляются. Ну, слушайте, вот я разные мифы, конечно, слышала, но вот этот миф у меня, правда, я немного была удивлена и шокирована. Давайте еще раз. Лишний вес появляется у нас, когда вы съедаете калорий больше, чем тратите. Вот когда вы едите вредную пищу, фастфуды, когда вы ночами подъедаете из холодильника, там, уплетаете чипсы с пивком за просмотром любимого сериала, при этом вы лежите на диване, а потом на ночь вы выпиваете мульти протеин, да, вы можете сказать, что вы от мульти протеина поправляетесь, но это будет только ваша отмазка. Вы поправляете, на самом деле, от неправильного образа жизни, неправильного питания и отсутствия физических нагрузок. Нет, от мульти протеина вы не поправитесь. С мульти протеином всего 105 калорий, а от того, чтобы перед сном его выпить, ничего с вами страшного не произойдет. Идем дальше. Протеин нужен для того, чтобы нарастить мышцы, а не похудеть. Это не так. Я вам еще раз, за тех, кто не видел, ну, продолжают такие вопросы поступать, для тех, кто не видел вебинар про похудение, посмотрите, пожалуйста. Я хочу вам еще раз напомнить, что обмен веществ, наш метаболизм, он быстрее проходит в мышечных тканях. Итак, протеин нужен для того, чтобы у нас создать на северелье, чтобы нарастить мышечную массу. А обмен веществ в мышечной ткани проходит в три раза быстрее, чем в жировой. То есть, чем больше у вас мышц, тем быстрее у вас будет обмен веществ, тем быстрее вы будете худеть. Соответственно, для того, чтобы у вас выросли мышцы, чтобы вы быстрее худели, вам нужен протеин. Поэтому, нет, протеин нужен и для тех, кто хочет нарастить мышцы, и для тех, кто хочет похудеть. Здесь все взаимосвязано. Да, этот вебинар есть в разделе технологии. Я могу весь день пить только протеин. Можете, а зачем? Ну, вопрос такой. Вы можете все. Можете пить, можете не пить. Просто зачем? Вы должны каждый день, в ваш организм должна поступать сбалансированная еда. Какие жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, волокна обязательно. Если вы будете питаться только протеином, вам не будет поступать необходимых веществ, поэтому ваш организм не будет правильно функционировать, и ваша жизнедеятельность будет от этого страдать. Поэтому не надо. Идем дальше. Я могу тренироваться и без протеина, чтобы мышцы росли. Да, это не миф, это правда. Вот здесь я вам скажу, да, вы можете тренироваться и без протеина, для того, чтобы мышцы росли. И для этого вы должны потреблять необходимое количество белка в день. Вы знаете норму, как рассчитывать. Если у нас тренировки от 2 до 2,6 грамма на килограмм тела, вы высчитываете то необходимую норму белка, которая вам нужна, умножаете, записываете этот результат, потом берете продукты, богатые белком, например, куриную грудку, взвешиваете для того, чтобы получить именно то количество белка, которое вам нужно, то есть у вас дома должны быть весы, правильно готовите, то есть вы готовите не обжариваете, например, а варите для того, чтобы максимальное количество белка сохранилось. После того, как вы это все приготовили, вы должны обязательно это измельчить, либо на волокна прям курочку разделить, либо еще лучше в блендере смешать. Почему в шейкере мы готовим, да, в виде порошка? Потому что усваивается быстрее протеин в измельченном варианте. Соответственно, и курочку, которую вы приготовили, вы тоже должны измельчить. Плюс вы не можете съесть, мы уже говорили, все это, например, на завтрак. Вы должны разделить на 5-6 приемов равными долями, чтобы протеин ваш белок из курицы усвоился хорошо, чтобы не было проблем с пищеварением. И вы должны понимать, что в каком бы месте вы не находились, вы должны обязательно съесть сейчас белок. То есть где бы вы не на работе, в метро, в пробке в машине застряли, прибежали вы на тренировку, достаете свой контейнер с курочкой и съедаете. Вы можете без протеина нарастить мышцы, да. Но вы должны понимать, что все-таки чистый белок, чистый протеин без балластных веществ, которые содержатся в той же курице, в том же твороге, он усваивается быстрее. Значит, результат вы достигнете быстрее. И мышцы у вас нарастут быстрее. И рельеф вы достигнете быстрее, чем если вы будете питаться просто так. Вопрос времени вашей занятости, удобства питания – это только ваш выбор. Вы сами выбираете, как вы будете питаться. Есть просто удобный способ для того, чтобы получить быстрее результат. Вот и все. Идем дальше. Я не занимаюсь спортом, мне не нужен протеин. Протеин нужен всем. Точка. Вопрос закрыли. Неважно, занимаетесь вы спортом или не занимаетесь вы спортом, белок вам нужен. Вот говорят про дефицит белка, да. Что для того, чтобы у вас полный дефицит белка, нужен белок. Что по дефициту белка? Вы знаете вашу норму. Вы уже легко можете ее высчитать по той формуле, которую мы с вами смотрели. Вы знаете норму белка, которая вам нужна. Вы высчитываете ее, а сегодня вы не ели белковых продуктов вообще. На овощах на одних посидели. Ну так получилось. Или ели очень мало. Так почему бы перед сном не выпить мультипритеин, например, для того, чтобы восполнить вот этот дефицит белка, который за сегодня у вас в организме возник. Или, говоря про физическую активность, мы же говорим не только о тех людях, которые нагружают себя по полдня кардио в тренажерном зале. Или те, которые занимаются интенсивными силовыми какими-то нагрузками в тренажерке, да, в спортзале. Мы же говорим о тех людях, которые в принципе ведут любую физическую активность. Ну вот, например, вот сейчас наступит весна. Мужчины, поедьте к тещам огород копать. И вы знаете, что вам предстоит полдня копать эту плантацию, и у вас будет большая физическая нагрузка на ваши мышцы. Выпейте утром сывороточный протеин. Вы сразу получите заряд энергии, бодрости. У вас сразу появится сила, аминокислоты начнут восполнять именно кислотный профиль в вашем организме, чтобы ваши мышцы не так страдали во время работы. А после того, как вы эту плантацию вспашите вечерком, выпейте мультипротеин, например, для того, чтобы длительно застраивалась мышца в течение сна, чтобы отдыхали. И вы не так устанете, и мышцы получат необходимую дозу аминокислот. Поэтому протеин нужен всем. Занимается спортом, не занимается спортом. Вопрос только в количестве, исходя с формулы и какого. В еды тоже есть белок. Ребята, с сывоточным протеин до тренировки или сразу после? Ответила на вопрос. Мультипротеин за 2 часа после тренировки и перед сном? Ответила? Ответила на вопрос? Все хорошо? Отлично. Идем дальше. Протеин нельзя всем. Да, это не миф, это правда. Так как протеин, как и любой другой продукт, протеин имеет свои ограничения, имеет свои, называется это, противопоказания. Протеин нельзя использовать. Ну, противопоказания написаны, естественно, на упаковке, на нашем сайте. Беременным, кормящим грудью до 18 лет. Есть ли есть какая-то повышенная, этим страдающим повышенная возбудимостью, тех, кого бессонница, нарушение сердечной деятельности. В общем, почитайте, все это, естественно, есть. Это как у любого другого продукта есть противопоказания. Протеин – это химия. Один из вопросов, один из мира. Самый популярный, наверное. Это не так, это не химия. Начнем с того, что если мы говорим о качественном протеине, то качественный протеин – это рожковый концентрат, который содержит в себе очень много белка, и протеин изготавливается из натуральных продуктов. Мы с вами говорили, что из молочной сыворотки, из молока и так далее. Поэтому, конечно, в таком виде на дереве протеин в порошке не растет. Но он изготавливается из абсолютно натуральных продуктов. Естественно, если мы говорим о качественном протеине, в котором нет каких-то вредоносных, не знаю, стабилизаторов или консервантов, например, да, то, что вы называете химией – это стимуляторы, допинги, это совсем другое. Протеин к этому не относится. Это две разные вещи, не путайте понятия. Поэтому нет, протеин – это не химия. Протеин нужен всем. Если вы думаете, что от протеина вы будете высоко скакать, дальше всех прыгать, быстрее всех плавать, это не так. Если вы думаете, что у вас вышло вот такие банки о том, что вы просто будете пить протеин, это тоже не так. Нет, протеин – это аминокислоты, которые нужны нашему организму, они нужны всем, неважно, занимаетесь спортом или нет. А вот допинги разные и так далее, стимуляторы – это уже химия, это уже совсем другая история. Так, идем дальше. Давайте итоги сейчас подведем, вот все, что мы сегодня с вами узнали. Протеин нужен всем, точка. Запомните это. Качественный протеин не должен содержать в себе балластных веществ в виде жиров, лактозы. Их может быть минимальное количество, да, но практически ноль должно быть. Жиры, лактоза, углеводов, холестерин должны быть практически лишены холестерина и так далее. Калорийность должна быть небольшая, потому что протеин нужен и тем людям, которые следят за фигурой, которые хотят похудеть. Поэтому, выбирая протеин, выбирайте с небольшой калорийностью. Аминокислоты БЦА с разветвленной цепочкой, соотношение 2-1 к 1, с высокой концентрацией. Про, что мы еще с вами говорили, про концентрат, изолят и гидролизат. Ну, здесь большинство на рынке концентрата, но лучше, конечно, выбирать изолят, потому что он быстрее усваивается в течение 10-15 минут и содержит больше белка и плюс в нем остаются те полезные фракции из молока, которые должны были остаться. Про дополнительные плюшки разные. Дополнительные, содержат пребиотики. Это хорошо для того, чтобы создавать чувство насыщения и белок лучше усваивался. Женский мужской протеин. Биосли Матрикс, который есть в Energy Pro, это однозначно плюс. Поэтому, вот зная теперь то, что должно быть, вы можете легко определить, действительно ли Energy Pro крутой продукт или нет. Да крутой, я сравнила, я смотрела. Еще знаете, что хочу вам сказать? Я вот, правда, если кто знает, прямо напишите мне ответ, потому что я действительно не нашла ответа на этот вопрос, я не понимаю, почему протеин делают спортивные марки, разные в спортивных магазинах продают вот в таких банках. Ну, я не понимаю, почему в таких банках продают. Наверное, для того, чтобы вот эти банки протаскать, делают вот такие большие спортивные сумки. То есть, огромные спортивные сумки, огромные банки протеина. Зачем? Это же неудобно. У меня все в маленький женский рюкзак умещается и спортивная форма, и шейкер с молоком, и пакетик нашего протеина, и все прекрасно. Я не понимаю, зачем делают такие банки. Я действительно, я несколько раз видела в тренажерке, когда мужчины приходили со своей вот баночей. Они приходили с этой банкой, выпивали протеин, занимались, и они от тренажера к тренажеру ходили с этой банкой со своей, как братья-близнецы. Я не знаю, почему. Так, ну, удобно же, но правда, в порционных пакетиках делать вот эти саше порционные. Ну, почему нет? Поэтому для меня, конечно, Energy Pro – это вообще находка. Чем больше углубляешься в тему, чем больше я сравнивала и смотрела, я понимаю, насколько крутой у нас продукт по количеству белка, по там, классных веществ, жиров, углеводов, лактоза, холестерина и так далее. За то, что у него такая невысокая калорийность, за то, что он очень удобный в пакетике, за то, что есть женский протеин для нас, девочек, за то, что там есть пребиотики, за то, что он вкусный в конце концов. Ну, вот выпиваешь и вкусно. Ну, то есть у меня все вопросы отпарят. Давайте сейчас, вот буквально 3 минутки, у меня есть время, я поотвечаю на ваши вопросы, если они у вас остались. Напишите, ну, так обязательно ставьте вопросы. Все понятно по презентации, вот мы сегодня с вами говорили. Вы понимаете теперь, что такое белок, протеин, зачем он нужен? Лара, смотрите, сколько белка усваивается. В 100 граммах куриной группы содержится 26 грамм белка. Вот если вы 100 грамм съедите, 26 грамм усвоится. Говорят о том, что за один прием не усваивается больше 25 грамм белка. Но на самом деле это все миф. Как происходит? Если вы съедите там, например, 50 граммов белка, да, за один прием именно чистого белка, ну, то есть там 200 грамм куриной грудки, то у вас сейчас усвоится там 25-26 грамм белка, следующий усвоится потом, они останутся в вашем организме. Но это все равно не очень удобно для приема, потому что вам нужно, чтобы белок поступил в организм, и он тут же начинал усваиваться, перерабатываться, чтобы быстрее поступал, и чтобы он не болтался у вас там в желудке. Поэтому лучше делить на, если вы говорите о белке из пищевых продуктов, делить на небольшими порциями. Это должны быть вареные, не жареные, очень мелкие. Так, ставьте, если задаете вопрос, ставьте вопрос, я читаю вопрос. По возрасту нет, белок зависит не от возраста, а от веса и от физической активности. Читаю вопросы, читаю все подряд. Протеин с 18 лет. Насчет того, какие продукты у нас появятся, это вопрос не ко мне, я не знаю. Какие новинки появляются, вы все узнаете. Кормящие мамы не надо протеин, есть энерджи диет. Если не доверяетесь, сходите к доктору, пускай доктор посмотрит состав, пожалуйста, энерджи диет, там есть белок, этого достаточно. Так. При беременности, грудном скором, нет, нельзя, есть противопоказания. Ух, далеко. Так. Микроультрафильтрация от обычной, Вадим, отличается, она более бережная, это не та фильтрация. Ну, то есть, вы знаете, что такое пастеризация и фильтрация. Вы же представляете сам процесс, как это все происходит, да, банки пастеризовали, когда при высокой температуре. Ну, представьте, как теряется качество продукта, как меняется, и сколько там полезного остается. Микрофильтрация, ультрафильтрация, обратная осмоса – это очень деликатные процессы, которые оставляют полезные и необходимые фракции, при этом убирают балансные вещества. Так, почему? Ребяточки, ребята быстро очень любят вас. Посмотрите запись видео, там будут все слайды. Спортсмены, юниоры по согласованию с доктором, с тренером, с родителями после 18 лет, да, это общее показание. После 18 можно. Я не врач и не диетолог, я тренер, я просто знаю этот продукт, изучала его и ходила к врачам и к диетологам. Если надо набрать вес, у нас была такая программа с Энердж Диет, когда вы добавляете себе приемом пищи привычным, еще и Энердж Диет. Ну, как столько калорий может повлиять на набор веса? Набор мышечной массы. Другое дело, когда вы занимаетесь в тренажерном зале, есть тренер ваш, там, индивидуальный или групповой, с которым вы занимаетесь. Вот. Девочке 4 года не надо давать Энерджи Про. Ольга. Вопрос. При снижении веса мультипротеин вечером часов в 9, это правильно? Сон с часу ночи. Все правильно, кроме сна с часу ночи. Посмотрите вебинар про похудение. Час ночи – это поздно. У вас гормон сонотерапии начинает вырабатываться часов с 11, а вы в это время еще не спите. А вам надо, чтобы этот гормон активно работал во время ночи. Поэтому он у вас вырабатывается в недостаточном количестве, и вы, похоже, будете худеть. Посмотрите вебинар. Про элькарнитин – это не сюда, это вопрос другой. Не к этому вебинару. Аллергия. Вообще дело такое, знаете, у нас на солнце, на воду есть аллергия. Бывает на все. При проблеме с почками советуйтесь с доктором, читайте противопоказания на упаковке. Я не доктор, и я вам советовать не буду. Энерджи Про и Энерджи Слим. Ну вот, как я вам сказала, например, вы находитесь на программе Энерджи Слим, у вас там первые 5 дней программа старт. То есть вы 4 раза принимаете энерджи диет. Плюс к этому, что такое Энерджи Слим? Ну это БАДы. Это БАДы, у которых натуральные продукты, натуральные компоненты, травки. Ну как протеин на травки повлияет? Никак. Они никак не занимаются. Вы можете, конечно. Почему нет? И во время программы Слим, когда вы начинаете 4 раза в день питаться по программе Слим ЕД, вы можете мультипротеин например на ночь добавить. Или если вы все-таки усиленно тренируетесь, ну и бога ради, добавьте сывороточную. В чем проблема? Только учтите, что белок есть еще и в ЕД. Можно пить со Слимом? Если тренировку позднее, часов 7-8, можно пить мультик сразу после тренировки. Да, вы можете перед тренировкой выпить с выраточной протеины, потом мультик, почему нет? И вместо ужина, да, прекрасно, почему нет? Но только при этом учтите, что вместо ужина, что у вас еще в течение дня должно поступать необходимое суточное количество углеводов, жиров и микроэлементов. Для тех, кто хочет набрать вес, Людмила, я же сказала, есть программа с Energy Diet, когда вы дополняете Energy Diet привычный рацион плюсом, а Energy Pro это не жирок, это набор мышечной массы. Тогда тренажерный зал к тренеру составит с вами индивидуальную программу, исходя из ваших потребностей, исходя из вашей комплекции, физических способностей и так далее. Кратко резюмируя форму расчета белка, Екатерина, для не спортсменов 1,6 грамма умножаете на килограмм веса, если вы весите 50 килограмм, вы 1,6 умножаете на 50, для спортсмена 2 грамма умножаете на 50, если, ну, на ваш вес, если спортсмен профессиональный, то 2,4-2,6 грамма. Так, вроде бы, вроде бы все уже. Вопросы быстрее встать не успевают. Я не знаю, кто-то пишет, я не занимаюсь спортом очень активно, нужно ли мне Energy Pro. Я не знаю, у вас хватает белка в организме или нет. Белок нужен всем. Если у вас дефицит белка, если не хватает, ну, мультипротеин вам на ночь, ну, вообще не повредит. Ну, вообще он вреда не сделает. Знакомая ходит тренажерку, спрашивает, если я буду принимать, что мне это даст? Что даст протеин, если принимать во время тренажерки? Мышечный рельеф будет красивый, быстрее похудеете, быстрее мышечная масса нарастится, быстрее волосы будут красивы, кожа будет чистая, ногти и волосы будут быстро расти, суставы будут хорошие. Вот что это даст. Так, добрый день. Не успеваю прочитать вопрос про ребенка 9 лет. Ребенка 9 лет врач рекомендовал, что пишет новый вопрос, и я не успеваю. Я потеряла. Все, я потеряла. Все вопросы улетают. Кто там? Роман, сколько пакетиков разрешено в день? Дело не в количестве пакетиков. Дело в том, какое количество белка в день вам необходимо. Если вы весите 50 кг, Роман, то вам необходимо одно количество белка. Если вы весите 90 кг, то вам необходимо другое количество белка. Если вы весите 90 кг при этом, вы физически активны так, что мама не горюй, вам нужно совершенно другое количество белка. Поэтому я не знаю, сколько у вас получится. Два пакетика, три пакетика и так далее. Но общее правило для тех, кто занимается спортом, я вам уже говорила по применению. Потом можете посмотреть запись вебинаре и узнать. А можно пить во время тренировки сыра на ночь мультипротеин? Вероника, нужно. Да, так и нужно делать. Идете на тренировочку, выпили суперочный нанч мультик. Да. Сколько у ребенка? Смотрите по количеству белка, который вам в день нужен. Все индивидуально. У кого там как переносится. Все, ребят, я не успеваю. Вы там пишите, 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 я не успеваю. Смотрите еще в записи. Если у вас остались какие-то вопросы, вы их задавайте через личный офис. Ответим, если вдруг какие-то вопросы остались неотвечены. Если я какие-то вопросы не увидела, ну, правда, быстро листаются. Вас много и вопросы листаются очень быстро. Я не успеваю. У меня к вам теперь вопрос. Я очень хочу, чтобы вы мне написали. Во-первых, ответили на несколько вопросов. Первый. Все ли вам понятно было? Полезен ли вам был этот вебинар? Узнали ли вы что-то новое? Понравилось ли вам в конце концов? Второй вопрос. Напишите, пожалуйста, какой вебинар, по какому продукту вы бы хотели еще, чтобы я подготовила для вас? Какой информации вам не хватает? На этом у меня все. Запись вебинара смотрите в личном офисе в разделе технологии. Я вам желаю быть здоровыми, физически активными. Пейте Energy Diet, употребляйте Energy Pro, чтобы у вас все было прекрасно, чтобы вы были здоровы, молоды и красивы. Всем удачного закрытия месяца. Всего хорошего. Ответьте, пожалуйста, там в комментариях на вопросы, все ли было понятно, понравилось и по какому продукту ждете еще вебинар. У меня все. Всем до свидания. Продолжение следует...